Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена, продолжаем серию новогодних и постновогодних видео о том, куда инвестировать в 2023 году. Сегодняшнее видео посвящено вопросу, связанному с инвестициями в депозиты, банковские депозиты, да, потому что сейчас тоже возникает большое количество вопросов, Максим, какой-то аукцион невиданной щедрости, банки предлагают какие-то сверхвысокие депозиты, что происходит. Опять же, видео связаны друг с другом, да, вот в этом видео мы говорили про доллар, что будет происходить, мы ожидаем, что будет происходить в 2023 году, вот в этом видео мы поговорили о том, почему банки активно сейчас продают золото, золото населению, с чем это вызвано. И давайте сейчас поговорим, что же это такое, почему банки сейчас предлагают высокую доходность по депозитам. Даже Сбербанк, вот вы можете видеть на слайде, да, 30 декабря 2022 года, пришла смс от Сбербанка с номер 900, Максим Витальевич, успеете открыть вклад лучший процент премьер от 1 миллиона рублей со ставкой до 9,5 процентов годовых и специальных условиях для владельцев пакета услуг Сбербанк Премьер. Срок от трех месяцев до трех лет, проценты в конце срока. Ну, дальше не буду читать, сможете прочитать самостоятельно. Что происходит, да, то есть где порылась собака, что называется, почему такие доходности? 30 сентября 2022 года, то есть впереди у нас октябрь, ноябрь, декабрь месяц. Что происходит на рынке? В РБК есть сервис, который позволяет определить лучшую цену продажи валюты в Москве. И что мы видим? Мы видим, что 30 сентября 2022 года, какой бы курс не выставили банки, прибегал Сбербанк и перебивал всех. То есть он предлагал самую лучшую цену, по которой он покупает доллары. Кто-то появляется, какой-то банк выше Сбербанка ставит, тут же не проходит буквально 1-2 минут, Сбербанк перебивает, то есть он дает еще лучшую-лучшую цену. Вот на 30 сентября курс был 65 рублей 16 копеек. И мы видим, что в топе только дополнительное отделение Сбербанка происходит. Получается, что в сентябре 2022 года Сбербанк очень активно покупал валюту по курсу 65. Вернитесь еще раз, можете вернуться к вот этим вот видео, да, что происходит с долларом, ожидания на 2023 год, и по золоту. На самом деле сейчас, да, что предлагает Сбербанк? Сбербанк предлагает в декабре 2022 года разместить сумму от 1 миллиона на 1 год под 9,5%. Курс доллара сейчас, да, там он находится в районе 70-72. То есть тот процент, который Сбербанк должен выплатить собственнику банковского вклада, он уже заработал, он уже заработал за 3 месяца. Казначейство Сбербанка уже заработало, то есть доллары были куплены, причем у того же самого населения. Сейчас получают бонусы, премии, 13-ю зарплату, удержание клиентов, предложение высокодоходных депозитов со ставкой 9,5. Но эти 9,5, они уже взяты. И получается, что 3 года человек просто будет сидеть. Да, естественно, по сравнению со ставками полгода назад, ставка на 30-40% выше. Кто-то скажет, что это классно, это хорошо, меня это устраивает. Но что нужно понимать? Нужно понимать, что когда у нас доллар будет укрепляться, причина опять-таки нам уже известна, это неизбежно приведет к росту инфляции. Ну, потому что импортные товары будут расти в цене. Рост инфляции приведет к тому, что процентная ставка от Центрального банка повысится. Что Сбербанк все равно вынужден будет дать ставку по депозитам на уровне 9-9,5%. То есть он понимает, что все равно это вынуждено. Но тогда, через 3-6 месяцев, когда ЦБ повысит процентную ставку, давать ставку 9,5% будет невыгодно. Ну, потому что физические лица скажут, что нафига мне открывать депозит на 3 года под 9,5%, когда инфляция там 12-15%. И поэтому продать будет сложнее. А сейчас Новый год, праздники, вы наш любимый, замечательный клиент, пожалуйста, вложитесь. Поэтому чудес никаких нет. Банки, соответственно, прогнозируют рост инфляции, рост курса доллара. Продавать депозиты с такой доходностью в дальнейшем будет невыгодно. Что делать нам? Брать депозиты или не брать эти депозиты? Я думаю, что не стоит сейчас обращать внимание на эти депозиты. А если и стоит, то ни в коем случае не вкладываться на 3 года. Потому что рост процентной ставки ЦБ приведет к тому, что, во-первых, будут привлекательные доходности по государственным облигациям. Раз. Два. Будет история с замещающими облигациями. Это отдельно большая история, которую мы разберем в следующем видео. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал. Там можно обеспечить доходность до 30-40% в следующие 12 месяцев в рублях. Я об этом расскажу. Можно посмотреть на акции экспортно-ориентированных компаний. И я, глядя на все на это, для себя делаю вывод, что в текущих условиях, таких как я и таких как вы, люди, которые смотрят данные видео и подписаны на наш канал, достаточно мало. И абсолютное большинство людей будут считать, что это выгодные достаточно вложения и будут размещать денежные средства. И доходность, которую обеспечит Сбербанк в следующие 12 месяцев за счет того, что он купил уже доллары по 62-65 и уже заработал. На этих операциях Сбербанк заработает очень хорошо. И год 2023 в финансовых показателях Сбербанка будет выглядеть очень жирно и очень шоколадно. Можно будет рассчитывать на достаточно щедрые дивиденды, которые заплатит Сбербанк. И при прочих равных условиях, если мы это понимаем и если мы это осознаем, я бы покупал акции Сбербанка в 2023 году, потому что у него просто на этих операциях будет достаточно высокая доходность. Сбербанк заработает, потому что людьми управляет страх, люди не готовы сейчас на себя принимать какие-либо риски, вообще какие-либо риски. Люди не совсем разбираются ни в облигациях, ни в акциях. Они боятся, да, они покупают физическое золото, физическое серебро, обезличенные металлические счета. На этом на всем зарабатывают банки. Если вам самим страшно, купите казначейство, купите аналитиков того же самого Сбербанка, которые на этом, на страхе толпы как раз и будут зарабатывать и участвовать в этой доходности. Такая ситуация по банковским депозитам, вообще по банковскому сектору. Публичные банки, которые торгуются в этой связи, могут быть интересны как объект инвестиций на 2023 год. Опять же, без фанатизма. Это не значит, что на все деньги нужно покупать акции Сбербанка, но добавлять в портфель вполне реально. Да, ребят, самое главное. Уже вы слышали о том, что мы анонсировали нашу конференцию, конференцию Max Capital, о том, каким образом выработать стратегию инвестирования на 2023 год. Какие инструменты включать в инвестиционный портфель. Вы уже услышали, что здесь первая история, да, это акции Сбербанка. Следующую историю я расскажу в следующих видео, это связано с замещающими облигациями. Ну а как структурировать свой капитал на 2023 год более подробно с конкретными примерами на конференции. Проходите по ссылке внизу, регистрируйтесь, будем рады рассказать. У меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания. Продолжение следует...